Всем привет! Сегодня мы с вами будем тестировать новый бренд, который называется Makeup Obsession И это сестринский бренд уже всеми нами любимого Makeup Revolution Сейчас передо мной огромное количество косметики, здесь и палетка теней, и палетки для лица, и консилер, и средства для губ В общем-то все это я сейчас буду наносить на лицо и будем с вами выполнять этот макияж, который вы видите на мне И по ходу дела мы с вами будем разбираться, насколько этот бренд интересен и стоит ли вообще на него обращать внимание Поэтому давайте приступать Я начну с консилера, который я буду использовать в качестве базы под тени И этот консилер называется Mega Conceal И мне он чем-то напоминает революшеновскую версию, вот этот вот консилер, который называется Conceal and Define У этого точно такое же, мне кажется, покрытие, тоже это очень плотный консилер У него достаточно странный и большой аппликатор в форме такого как весла Но в то же время, мне кажется, он абсолютно бесполезный, потому что, казалось бы, такой аппликатор огромный должен набирать очень много консилера На самом деле консилера он набирает очень мало И я не знаю, может быть смысл в том, что он потом просто как кисть работает, то есть как бы растушевывать им Хотя на самом деле растушевать им тоже невозможно Консилер сам по себе неплох, и мне кажется, что он понравится тем, кому нравятся такие варианты, как, ну вот, собственно, вот этот консилер от Революшен Катрис, камуфляж, тарт, шейп, тейп, вот что-то вот в таком духе И растяжка оттенков, там линейки тоже неплохая У меня, кстати, это оттенок номер 3, и он достаточно светлый То есть представьте, какие там оттенки 2 и 1, и по-моему, даже там есть 0 Макияж глаз мы сегодня с вами будем делать новой палеткой от Makeup Obsession, которая называется Be In Love With Естественно, я себе выбрала ту гамму, которая мне больше всего нравится И палетка эта мне очень понравилась Я, кстати, уже делала с помощью вот этого оттенка Ну, вернее, это был главный такой, как бы, акцентный оттенок в макияже В общем-то, делала я макияж с этим оттенком для IGTV И я надеюсь, что вы эти видео на IGTV смотрите, что для вас это реально полезно Потому что я таким образом стараюсь каждый раз продемонстрировать Как можно больше оттенков из палетки Чтобы это не были просто банальные сводчи, а вы видели, как они себя ведут в макияжах Поэтому, если хотите посмотреть, вот обязательно загляните в мой инстаграм Вот этот оттенок в палетке самый интересный Вообще, если наносить его плотно, например, пальцем или кистью вот так вот набивать Или влажным способом наносить То это достаточно такой плотный бронзовый оттенок Но в местах, где его начинаешь растушевывать Вот я имею в виду края растушевывать Появляются отдельные какие-то частички Типа как отдельные довольно крупные блестки И это очень красиво выглядит То есть мне кажется, что это вообще как спрессованные Такие довольно крупные блестки Сегодня я хочу больше сосредоточиться на более розовой гамме То есть вот эти вот оттенки я буду в основном использовать Качество этой палетки мне очень понравилось Вот абсолютно ни к одному оттенку у меня нет претензий И мне кажется, здесь хорошее соотношение и металликов, и матовых оттенков И также, что классно, здесь все эти эрофилы можно достать И положить в отдельную магнитную палетку Если это вам удобно или если вы визажист И таким образом как бы собираете свою идеальную палетку для работы А я начну свою растушевку с вот этого оттенка, который называется Repert В следующем я возьму оттенок Treasure Теперь очередь оттенка Beloved Мне кажется, оттенок Soulmate будет достаточно теплым для этого макияжа Я имею ввиду, что он такой вот как терракотовый И не совсем, наверное, подходит для нашего сегодняшнего настроения Поэтому я сразу перейду к оттенку Bow И буду с помощью этого оттенка затемнять внешний уголок глаза Ну и вот приблизительно такой интенсивности можно добиться от этих теней Если не использовать какие-то дополнительные техники Я имею ввиду нанесение на какую-то базу или нанесение влажным способом И сейчас я возьму оттенок Bond И буду наносить его влажным способом на подвижное веко И теперь на границу с этим металликом и матовым оттенком я положу оттенок Romeo И теперь на центр века я положу оттенок Dreamer И буду это делать с помощью пальца Для того, чтобы сделать какой-то такой вот яркий блик по центру века И последнее, что я хочу сделать на верхнем веке Это нанести вот этот самый темный оттенок как подводку Для этого я смочу маленькую кисть И влажным способом буду делать такую тупую стрелочку Я вряд ли буду выводить прям хвосты Сегодня суперстрел не хочется Хочется такой немножко более мягкий образ Глаза на этом мы пока с вами можем оставить в покое И я хочу перейти к нижнему веку, нанести консилер Но перед этим я хочу воспользоваться еще праймером от Makeup Obsession Который называется All A Blur Это разглаживающий праймер, который должен создать эффект фотошопа на нашем лице И обычно такие праймеры очень силиконовые Этот не исключение, он действует как раз таки за счет силиконов Потому что здесь в составе достаточно высокое их содержание Но меня удивил тот факт, что он не ощущается вот таким вот знаете скользким и гелевым Как большинство таких праймеров Я бы сказала, что мне он по своей текстуре и вообще по нанесению Больше напоминает какой-то легкий лосьон увлажняющий Наносить я его буду в основном на Т-зону Там, где естественно есть какие-то более зрительно видимые текстурные проблемы Конечно же он работает То есть если посмотреть на поры на носу Они гораздо более сглаженными выглядят, чем до нанесения этого праймера Но в то же время с какими-то более серьезными текстурными проблемами Как например вот в этой зоне Я не могу сказать, что он справляется на отлично Потому что потом, после нанесения консилера, тона и так далее Все равно в принципе, что до нанесения, что после Эта зона выглядит текстурной Лично для меня этот консилер не станет моим фаворитом В плане консилера для зоны под глазами Потому что, ну я в целом не люблю такого рода консилеры Более, скажем так, плотные, более такие как силиконовые И я точно знаю, что если я буду использовать его прям ежедневно Он 100% будет пересушивать мне зону под глазами Но вот перекрывает, как мне кажется, очень красиво А зона под глазами у меня сразу, естественно, посвежела после нанесения И на мой взгляд, это что-то среднее между такой супер замазкой И уже каким-то легким там увлажняющим консилером Вот где-то как раз посередине эта формула находится Это тоже один из тех консилеров, которые на себе я не люблю закреплять пудрой сверху Потому что он сам, когда усаживается, превращается в что-то такое более пудровое Поэтому ему просто нужно дать какое-то время Вот после нанесения его особо не трогать Ничего дальше не наносить Ни тени, не пытаться там красить остальное лицо Просто дать ему пару минут для того, чтобы он уселся Стараться особо не жестикулировать, не улыбаться, как я сейчас это делаю Чтобы он заваливался в морщины В общем-то, дайте ему буквально пару секунд Если у вас нежирная кожа, то, скорее всего, он на вас также усядется И особо скатываться потом не будет на протяжении дня И чтобы закончить макияж глаз, на нижнее веко я сейчас нанесу оттенок Romeo Для лица у меня кое-чего есть, но это не тональная основа И я, наверное, впервые на своем канале буду использовать такого рода продукт У Makeup Obsession вышел очень такой узкоспециализированный продукт Который обычно используют только исключительно визажисты И это Adjaster Они называют это Mixer И у них есть несколько оттенков Я взяла себе осветляющий И он называется Wetening Если вы никогда не пользовались Adjaster И не знаете, что это такое То это такой продукт, который изменяет под тон какого-то жидкого средства Будь то тональная основа или консилер Или что-то вот в таком вот духе Как я и сказала, они существуют разных оттенков То есть можно добавить оливковый подтон, например, в тональную основу Которая для вас слишком желтая Если у вас есть, к примеру, слишком светлая для вас тональная основа То можно купить темный Adjaster и слегка ее затемнить Adjaster обычно не влияет на текстуру самого продукта Но тут все зависит от формулы Потому что все-таки большая часть тональных основ И Adjaster на силиконовой основе Какие-то сильно специфические цвета Adjaster Я не советую вам покупать, если вы не профессионал Но с какими-то обычными, самыми простыми В смысле темный и светлый Мне кажется, справится даже новичок У меня здесь светлый И я его взяла исключительно потому, что в моей коллекции Огромное количество тональных основ Которые слегка для меня темноваты И сегодня я буду наносить на свое лицо тон от PZ Который называется Lifting Foundation У меня это оттенок 101 И этот оттенок такой, знаете, для моей очень хорошо загорелой кожи Которая в таком состоянии просто не бывает в последние годы Для того, чтобы смешать эти два продукта Я рекомендую сначала отдельно их нанести на палитру И с другой стороны палитры я накапаю несколько капель этого Adjaster Он, кстати, не белого цвета Это очень легкий розовый цвет Такой еле-еле заметный пудровый детский розовый цвет И давайте для того, чтобы все было наглядно Я сейчас возьму немножко этого тона И сделаю своего рода сводч на своем лице А потом мы с вами части смешаем И посмотрим, что у нас будет получаться Так, я достаточно много уже намесила Давайте сравним Ну, как видите, по-моему, уже видно разницу Насколько он стал светлее И мне кажется, что вот это уже очень близко к тому, что мне нужно Но я, наверное, домешаю Потому что этот тон немножко темнеет, когда усаживается Возможно, мне нужно чуть-чуть еще светлее сделать Ну и вот, как видите, у нас получилось три разных оттенка тональной основы Вот это, мне кажется, подойдет сейчас идеально Поэтому давайте эту красоту я сейчас сотру и будем наносить По-моему, просто идеально Я сейчас даже на шею могу ничего не наносить Потому что лицо идеально просто сливается с оттенком шеи Но я все равно немножко нанесу, потому что у меня еще очень много осталось на палитре Че переводить продукт? Для лица у меня есть несколько палеток Первая это палетка бронзеров, которая называется Give Me Some Sun А здесь четыре разных оттенка бронзера Вот этот, в принципе, можно даже обозвать корректором В смысле, что он выглядит в упаковке таким более серо-коричневым Но на самом деле у меня на коже, по крайней мере, он выглядит все равно бронзово Вот этот вообще дикой таракотовый Вот этот вот скорее я могу использовать только исключительно как тени И вообще, в принципе, сухие текстуры можно запросто использовать и как тени Если какие-то оттенки вам не подходят для использования на лице И также я взяла палетку румян, которая называется Isn't It Peachy? И здесь, естественно, все вариации персиковых оттенков Хотя вот этот я бы назвала скорее розовым и даже таким достаточно ярким барби-розовым оттенком Вот это же вариации персик И давайте, наверное, начнем с бронзеров Я сейчас буду наносить вот этот оттенок, который называется Buff И сразу что хочу сказать по поводу этих двух палеток Вы знаете, не мой фаворит Потому что мне кажется, что эта продукция слишком пигментирована И слишком пыльная она, наверное, по своей текстуре Для продукции для лица Вот если бы эти палетки были палетками теней То, наверное, в принципе, они бы мне даже и понравились Вот видите, слегка я макаю кистью и очень много пыли сразу И из-за этого какое-то неравномерное нанесение Я первый раз, когда попользовалась, я вообще не поняла, что происходит Я себе откровенно пятен понаставила И даже все мои трюки, которые я вам недавно показывала Для того, чтобы смягчать тушевку Не особо как-то работали с этой палеткой И с помощью меньшей кисти сейчас еще слегка добавлю оттенок Expose Опять-таки просто сугубо для демонстрации Потому что если бы я сейчас... О, мамочки, это просто вообще супер пыль Посмотрите вообще, насколько много здесь осыпается Если бы я делала макияж просто не на камеру Я бы уже остановилась Потому что с каждым движением кисти Я, откровенно говоря, боюсь опять сделать пятно И переборщить В качестве румян я, наверное, возьму оттенок Bloom Потому что, мне кажется, он будет лучше всего Сочетаться с тем, что у меня сейчас на глазах И что касается румян Здесь абсолютно та же история Мне кажется, они слишком пыльные И слишком пигментированы Вот я макнула кисть Посмотрите вообще, сколько на ней пигмента Это слишком много для румян А теперь я хочу показать вам хайлайтер Который я очень боюсь наносить на лицо Потому что, мне кажется, вы сейчас просто ослепнете И это хайлайтер, который называется Mega Lightning И это действительно мега Я вам могу сказать с абсолютной уверенностью Что я никогда не использовала Настолько яркий Настолько светоотражающий Настолько металлический хайлайтер Как видите, кисть у меня чистая И я вот так вот совсем слегка наберу этот хайлайтер на кисть Вот Казалось бы, вообще, ну практически ничего на кисти и нет Ну как И я повторюсь Я нанесла еле-еле-еле Зацените, как выглядит свотч этого хайлайтера Ну вот так вот можно сделать и на лице Короче, хайлайтер этот просто мега опасный Если вам действительно нужно сияние из космоса Я здесь абсолютно не преувеличиваю Если вам нужно что-то настолько яркое Чтобы, к примеру, если вы выступаете на сцене Ваш хайлайтер было видно даже на самом последнем ряду То тогда вот берите вот это Последнее, что я буду демонстрировать сегодня на своем лице Это помада Вернее, как Я взяла вот такой вот набор Который называется Честно говоря, я забыла, как он называется И вот этот шрифт как-то мне не очень получается прочесть В любом случае, я вам напишу точно Оставлю ссылку, если он вас заинтересует Короче говоря, это не совсем помада Здесь написано, что это три полноразмерных блеска для губ Но странноватые это такие блески для губ Потому что здесь три оттенка И вообще оттенки просто потрясающие Вот если бы еще качество было такое Это вам спойлер То это, наверное, стало бы моей самой ходовой помадой Или там блеском Короче говоря, здесь вот этот самый светлый оттенок Который называется Ditsi Не особо обогащен пигментом И в то же время Он не сильно-то и глянцевый Или какой-то гелевый Да, то есть он просто какой-то странный Как будто просто недостаточно пигментированная Жидкая помада Вот эти два оттенка скорее мне напоминают Жидкую матовую помаду Здесь есть оттенок Wishes Который более розоватый Это такой оттенок типа пыльная роза И он достаточно пигментированный И после нанесения он начинает засыхать на губах Как это делает матовая жидкая помада То есть это не блеск И оттенок Ever After Я использовала в макияже для IGTV Это такой классический нюд Более такой бежево-персиковый Мне очень понравился именно этот оттенок Вот эти две помады в принципе неплохие Я буду называть их помадами Потому что я не считаю, что это блески Сегодня я возьму оттенок Wishes Потому что это более розовый оттенок И кстати запашок тоже у них очень химический И вот прям так себе Короче на мой взгляд это получилось чем-то таким странным И не блеск, и не жидкая матовая помада Что такое средний И в то же время как бы знаете За двумя зайцами погонишься Ни одного не поймаешь Вот мне так кажется И последнее, что я заказала Но я сегодня использовать это не буду Это фиксирующий спрей Он называется Fix It Extra Whole Makeup Fixing Spray И я не знаю почему Я не могла найти состав этого продукта До того, как я его заказала Я решила, ладно, закажу Там уже придет, проверю Но к сожалению здесь состав вообще не очень То есть на первом месте здесь вода И сразу на втором месте здесь идет спирт Поэтому это такой конкретный спиртовый раствор Который я не хочу использовать на своем лице И в принципе я бы никому не советовала это делать Итак, что я могу сказать вам в заключении Вы знаете, я не считаю, что этот бренд чем-то плох Или он меня как-то разочаровал Нет, вполне обычный нормальный бренд Правда единственное, я не совсем поняла Что в нем такого особенного Чтобы делать из этого именно отдельный бренд Почему просто не сделать вот эти релизы Внутри как бы самого Makeup Revolution Потому что по сути я не могу сказать Что он чем-то отличается Чтобы он был дешевле? Нет Чтобы он был дороже? Тоже нет Чтобы как-то формулы принципиально отличались Или была какая-то концепция принципиально новая То тоже нет Поэтому для меня это скорее, знаете Такой вот даже не сестринский бренд А скорее продолжение просто самого Revolution Поэтому если вы вдруг на прилавках Или где-то в интернет-магазине Встретите этот бренд Вы думаете, ой, что-то новенькое Не знаю, что от этого ожидать То ожидайте качество Revolution Вот приблизительно точно так же Как и у Revolution Здесь есть свои хиты, свои звездочки И также какие-то провалы На которые не стоит тратить свои деньги А у меня на этом все Если вам понравилось это видео Не забудьте поставить ему палец вверх Если вы впервые на моем канале Или еще не подписаны То это можно легко исправить Нажав на круглую иконку вот здесь Вот нажимайте Присоединяйтесь к нашему сообществу И сейчас YouTube также рекомендует вам Посмотреть несколько других моих видео Если вы их еще не смотрели Можете посмотреть А если смотрели То мы с вами встретимся Через несколько дней В моем новом выпуске Субтитры сделал DimaTorzok